Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Вы пишите, не могу противостоять буллингу, у меня 20 лет отказалась в отношениях двух парня, но желаю себе врагов. Они подспорили, мол, кто быстрее меня разведёт на отношениях. Я чувствовала, что что-то было не то, а потом, когда я по очереди отказала, им до меня должны быть слухи, что так как бы они зацели такую игру. Зачем я это не знаю, сейчас они сюда стараются задеть и пускают слухи, мне это неприятно и даже задевать, так это вообще нарушение любых нормальных понятий. Как тебе защитить от такого, если это продолжается уже долгое время? Игнорировать? Смотрите, вот как бы лично для меня в том, что вы описываете, есть, так сказать, следующий аспект, такой достаточно важный, этот аспект. Он заключается в том, что то, что вы чувствуя, что что-то не так, да, а всё равно вот этот момент проигнорировали, то есть вы проигнорировали по большому счёту что? Ну, своя интуиция, да, вы проигнорировали свои, как бы, свои чувства. Я вижу связь этого, вот именно связь этого, того, что вы проигнорировали свои чувства, с тем, что вас теперь выдевают, вот, то, что происходит, вот. Почему я вижу связь? Потому что там, где вы сами себя, сами себя, как бы, ну, скажем так, вот, скажем прямо наступаете на горло, а там вы себя, предают. Вы себя предаете сам. И, соответственно, остаётся неудовлетворенность. Это вполне естественно, это вполне нормально, вполне закономерно, вот. И всё было бы ничего, если бы вам об этом не напоминало. То есть получается такой, как бы, двойной удар. Вот. Сначала ты проигнорируй то, что тебя волнует, волнует. А потом ты, как бы, страдай и переживай из-за того, что тебе об этом напоминают. Да? В этой ситуации вы оказались в позиции жертвы. Именно в силу того, что получается получается обесцениваете свои собственные, вот, переживали. Именно поэтому вы оказались жертвой этих людей. Поэтому первый вектор. основная выioso Фондон. Поэтому вы работе здесь, это всем, чтобы вы, ну, собственно, может быть, перестали, эм... игнорировать свои чувства. То, что вам... Говорит ваша интуиция, это первое. Второй момент, вы говорите о том, что вас задевают слухи, которые распускают эти люди. Вы говорите, что вас это задевает, потому что это против любых нормальных понятий. Но эта позиция вам не помогает, потому что людям в общем и целом, как вы понимаете сами, плевать на то, против это нормальных понятий или нет. Людям все равно. Поэтому здесь важно увидеть не на уровне объяснений, чем вас это вызывает. Понимаете, да? Не на уровне того, что здесь нормальные понятия есть, Да? А на уровне того, как вас это вызывает, чем вас это вызывает. Вот. Ну, например. 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 Вы можете бояться оценки. Например. Например. Вы можете бояться того, что вы останетесь одна из-за того, что все будут думать про вас как-то плохо, как-то негативно, негативно и так далее. Да? То есть условно говоря. Вы можете бояться оценки. Вы можете... Вас это может вызывать тем, что затрагивается нечто очень очень важно здесь для вас. Вот. Но как бы не совсем понятно в данном случае о чем идет речь. То есть вот. Ну важно как бы это понятно. Что важно, да? Но непонятно в данном случае что именно важно. Как правило. Только как правило. Только как правило. Речь может идти про страх оценки и страх осуждения. Например. Вы боитесь, что вас могут осудить вот за такое поведение. Вот. Потому что вы этого боитесь. Вы себя сдерживаете. Именно в силу того, что вы себя сдерживаете, вы можете совершать какие-то действия, за которые вам все... Вам же потом будет стыдно. Вас может задевать также и то, что в принципе ситуация может быть для вас стыдной. То есть если вы довольно часто, если вы довольно часто испытываете стыд, если вы, что называется, не по-насуичке знакомы со стыдом, то вас может это задевать. Потому что вас как будто уличают в том, что вам и так стыдно. Вот. Понимаете, да? Поэтому здесь момент следующий. Вот эти вещи, которые вам неприятны, необходимо поисследовать и необходимо вам помочь с этим разобраться. То есть вам необходимо помочь, ну может быть сделать так, чтобы это вот было менее, там допустим, ну менее болезненно, например, для вас. Вот сейчас вам это вот, ну по ощущениям, да, сейчас вам это, ну достаточно больно. Вот. И ситуация, она такова, что если вы, например, не знаете, да, вот не знаете или не умеете как-то вот, ну как-то вот реагировать, да, то конечно вам в данном конкретном случае будет довольно тяжело и трудно. Это само собой разумеющее, к сожалению. Что касается, что касается реакции, реакции, да, на, вот, ну на буллинг, то что вы называете буллингом, да, что касается вашей реакции на него, то мне кажется, что они не будут Самый лучший способ реагировать на хейт, то что вы называете как раз хейтом, да, это быть собой, что такое быть собой. Это значит реагировать своими чувствами. Чтобы реагировать своими чувствами, вам для начала нужно эти чувства освободить. Сейчас вы сделать этого, на мой взгляд, не можете, потому что у вас, ну, как бы вот, забито немножко сознание, да, другими, ну, другими вещами забито. Вот. То есть, как бы, в данном случае ваше сознание забито страхом, болью и так далее. Соответственно, как вам реагировать, вот, хотя бы, хотя бы, ну, в рамках вот этих самых нормальных понятий, вот, вы не понимаете. И наша задача вам в этом оказать всяческую помощь, наша задача реагировать. Вот. 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 Ну, вот это можно максимально адекватно, вот, через психотерапию. Вот. 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 Поработав, например, с чувствами стыда, поработав, например, с чувствами обиды, со страхами, которые, которые вас сковывают и не позволяют реагировать, вот, как-то на эту ситуацию, таким образом, ну, каким бы вам хотелось, да? То есть, так, как вы могли бы это сделать, например. Вот. И, соответственно, игнорировать в данном случае это, ну, худшее, это, наверное, решение, потому что это пока что в нашем случае, ну, фанатман, потому что вы не можете игнорировать уже. То есть, понимаете, что вы делаете, да? Вы не игнорируете, вы говорите, что меня-то задевает, а в то же время спрашиваете, игнорировать ли вам. Вот. То есть, это тоже элемент, как бы, пренебрежения своими чувствами у вас, к сожалению. Вот вы, можно сказать, прямо в своем, как бы, вопросе повторили тот же сценарий. Вы сталкиваетесь с чем-то важным для себя, вот, и выбираете другую модель поведения, другую реакцию. Потому что вам, так кажется, безопасно. Но, на мой взгляд, ситуация, которая, которая, вот, произошла с вами, да, она демонстрирует только то, что, ну, как бы, там, стало еще хуже, вот, то, что вы себя игнорировали. Поэтому как-то так, если так вышло, что вы боитесь, там, допустим, таких вещей, как, там, например, ну, сама оценки, то вообще, если вы боитесь таких вещей, как оценка вас другими людьми, да, то получается, в данном случае, что вы себе не доверяете, вот, получается, что вы, ну, как бы, вот, людей ставите, ну, словно говоря, вот, выше себя, вот. И вы не делаете, вы не делаете это в первый раз. Очень важно это понимать. Вот. Вы это делаете, скорее всего, постоянно. Вот. То вы постоянно это делаете с собой и не замечаете этого. Вот. 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 Обратил бы, ваше внимание, это на вот именно, именно, такой вот, ваше внимание. Такую вот, внимательность к себе, к своему вот, внутреннему миру, к своим чувствам, да, и к тому, чего вам, например, хочется, а чего нет. Вот. И только так вы сможете найти в себе опору. Сейчас вы не опирайтесь. Вот. Сейчас вы, а, просто, вот, пытаетесь найти, ну, дополнительную опору, например, вна. Вот. Знаете, вот, ну, как бы, опору можно найти только себе, в данном случае. Сколько вам может это помочь сделать? Вот. Это, не так сложно. Ну, а для этого вам нужно вот, начать работу над собой. Вот. Я, не знаю, готовы ли вы? Я, не знаю, к этому. Вот. Потому что, вы, просто, как бы, оно, как будто бы, а, просто, спрашивать совет. Вот. Мне кажется, что, совет здесь не поможет. Вот. Потому что, это ваша жизнь. Вот. Потому что, это, вот, то, что, то, как вы живете. И, советы, не изменят, а, вашей модели поведения. Вот. Вот. К сожалению. К сожалению. Поэтому, мне кажется, что, как-то вот, как-то так. Какой-то вот, такой ответ мог бы вам, я сейчас предоставить. Понятно, что, этого, немного, этого немного. То есть, ну, понятно, что, вам, вероятно, хочется и хотелось бы, ну, больше, вот, само собой. Вот. Ну, а, ситуация, в данном случае, такова, что, больше, большего, это можете получить на сеансах психотерапии. Вот. Такая познательная, какая вот штука. А сейчас это вот, предварительный шторм наш. Вот. В буллинге, то есть, вот, ну, если вы, вот, столкнулись с буллингом, да, очень важна поддержка. Поэтому, на мой взгляд, то, что вам обязательно нужно сделать, это заручиться поддержкой людей. Чем больше у вас поддержки, тем на первых порах легче будет это проживать. Еще один важный момент – это боль. Не боитесь говорить о том, что вам больно. Не боитесь говорить о том, что вам неприятно. Не боитесь говорить о том, что, ну, людям, в смысле, в том числе, вот, как бы, этим ребятам, вот. Не боитесь говорить о том, что вам, вот, ну, как бы, вам дреял, вот. Вы не понимаете, да, какая штура? То есть, в данном случае, речь идет о чем? О том, что нужно проживать боль. Вот. Проживать чувства. Не, а, ну, как бы, зажимать их в, ну, вот, в туне, да, как это вы делаете, например, сейчас. Вот. Вот такая вот история. Если это станет, если, вот, ну, этой поддержкой, допустим, станет кто-то из ваших родных и близких, к примеру, отлично. Если, а, это станет психолог, этим человеком станет психолог, ну, чёс, ну, значит, так будет. Вот. Вот. Ну, то, что вам нужна поддержка, это так, совершён. Вот. Вот. Как-то так. Такой ответ я могу вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответ, но я бы хотел ещё оставить несколько вопросов, которые помогут вам, я надеюсь, подумать о некоторых вещах. В частности, чтю для вас отношения, что не для вас, значит, что они из себя представляют, это первое. И второе, это, насколько вам, ну, вы, какой у вас глобальный цель. Вот. То есть, мне показалось, что эта ситуация, да, она неприятная, безусловно, но она как-то закладывала все ваше внимание. То есть, сложно достаточно трейфинговать человека, который, в общем-то, идёт целенаправленно к какой-то своей цели. Вот, его, как-то, вот, знаете, с этой целью, ну, вот, не сбить. Да? А вас, получается, как-то, как-то вот сбивает. Вот. То есть, понимаете, с буллингом не нужно бороться. На него нужно реагировать. Вот. А для этого необходимо осознавать, что я хочу. Вот. А вы, как я уже показал, надеюсь, не всегда это слышите. И этим пользуются другие люди. На этом всё. Удачи вам. Всего самого доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...